Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Каждый день продвигаемся на шаг вперед. Вашему вниманию, в происходящем сейчас каждый раскручивает свою мусорную часть ДНК. Читает Лора. Как понять, что происходит? Что происходит? Исход из трехмерной матрицы просветленных людей. И сейчас все ищут логику в происходящем. Нельзя ее искать сейчас. Правда из этой логики будет искаженной. Почему? Потому что логику причин и следствий выстраивает ум через боль человека, через бессознательные страхи людей, шаблоны реагирования, исходя из прошлого опыта. В процессе эволюционного выживания у человека выработалась искаженная программа разговаривать и притягиваться друг к другу болями, вибрационно. Каждый человек, высказывая свою позицию на происходящее умом, анализирует через свое ограниченное виденье. Дробит 9 пазлов в его вхвате виденья. Из всей огромной пазловой картины жизни на еще более мелкие составляющие, а потом пытается из них собрать целостную картину. И это называют правдой. Но это утопия. Общая картина жизни складывается из уникальности каждой части на земле, как пазловая картина. И сложилась она сейчас вот так, исходя из реагирования каждого человека, будучи на своем месте в общей картине жизни. Тракторист не может дать правильный совет водителю наикрутейшей марки машины. Куда нажимать ему на его компьютере в машине, чтобы ошибка исчезла с экрана компьютера? Поэтому я не знаю, и никто другой, как должен поступить конкретный человек, сидящий в бомбоубежище или бегущий под пулями или испытывающий чувство вины за свою страну агрессора или нападающей. Возможно, в тот момент одному необходимо любить, другому найти точные слова, чтобы закончить конфликт, третьему дать в морду обидчику, четвертому, наконец, выругаться матом, а не молчать, когда его оскорбляют близкие, пятому злиться, шестому принять насилие от другого и, справившись со своей болью спустя, общаться с ним любя. Каждому на этой планете необходимо обрести свое мастерство в чем-то, согласно его уникального предназначения и подарить свою уникальность на благослужение целому и миру Земли для ее красивого космического танца. Уникальность каждого человека впечатана в его ДНК, где хранится история всего его рода и человечества, как вида. ДНК также несет в себе голографический отпечаток того, кем человек однажды может стать. И в происходящем сейчас каждый раскручивает свою мусорную часть ДНК, где хранится огромнейший его потенциал – 90% из 100. Планета заказывает каждую человеческую уникальность для баланса, своей гармонии и воплощения грезы, мечты, к которой она устремлена. А человечество – это часть планеты, часть Вселенной, часть мироздания и сознания, пронизывающего все, где каждая часть равнозначно в своем потенциале, как целое. Каждая часть, включая человека и атом, ему принадлежащий, не существует отдельно от окружающего мира. Изменяется атом – человек, изменяется мир. Что же соединяет части в мироздании? Любовь. Любовь – это соединительная ткань всего мироздания, удерживающая Вселенную в единстве. Вот почему мы называем ее Богом. Бог есть любовь. Люди не умеют общаться через любовь. Забыли. Не научились. Почему? Потому что не знают себя. Часть пирога не может быть не пирогом. Парадокс для ума. Человек, являющийся частью Бога, почему-то не считает себя Богом. Поэтому, как только человек, наконец, поймет и увидит, что он Бог, любовь сама потечет через него, как естественная норма, предлагая учиться, ценить свое уникальное выражение, как части себя, и то, что можем дарить от сердца. Проявляя искаженную свою уникальность, мы лишаем других людей и окружающий мир гармонии. Предлагаю принять тот факт, что мы вплетены в общую паутину жизни и будем любить себя за это, а не ненавидеть. Нет причин, чтобы требовать от себя стать тем, кем ты не являешься. Будь собой. Давайте будем довольны не своей неудовлетворенностью в бесконечных желаниях, а своей истинной благодатью, того, кем мы являемся. Найдем гармонию с самим собой и позволим своей внутренней красоте воссиять. Где найти силу для этого, будучи обычным человеком, в котором все происходящее, включая ощущения и чувства, комментируют ум своей ограниченной природой. Вот в этом. Величайшая сила молчать, а не паниковать. Слышать, а не судить. Любить, а не доказывать. Жизнь, а не думать о жизни. Самый правдивый голос – это тишина. Когда ум тих, тогда настоящая истинная реальность проявляется сама по себе. Она обнажается, и ты ее видишь. Нет необходимости ее комментировать. Осталось утихомирить ум. А это уже конкретная задача. Тогда за дело. И я вновь обращаю внимание каждого посмотреть на себя в свою глубину, прежде чем искать причины происходящего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова